Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в уроке следующая Брадикартия. Пожалуйста, если непонятно, анатомия вам в помощь, как всегда, уважаемые зрители, потому что нельзя все объяснить в видео лекции. Мы стараемся делать их короче, помедленнее, чтобы не загружать в вашу голову ненужной информации. Итак, это редкий ритм сердца. Вот и все. Мы знаем, что все болезни сердца лечат что? Дыхание. Поэтому, уважаемые зрители, если частенько вас настигает брадикардия, либо вы страдаете уже этим, пожалуйста, возобновите свое дыхание правильное. Учитесь правильно дышать и не бойтесь правильно дышать. Потому что не я сказал, а в Библии медицины на один написано, что дыхание вылечит все болезни сердца. И точка. Диагностика 12 миллиардов нам в помощь. Почему нужна диагностика 12 миллиардов? Кто внимательно слушает наши лекции, неоднократно мы говорили, еще будем говорить, что около 9 меридианов контролируют сердце, орган сердца. И меридиан поджелудочной железы тоже контролирует сердце, пожалуйста, внутренним ходом. Обратите внимание, пунктирная линия. И в каком состоянии эти меридианы? Вот частенько приходят люди, говорят, мы знаете, мы были у китайских специалистов, мы были у наших специалистов, мы глотаем таблетки, мы стараемся. Ну, говорят, что нужно ставить кардиостимулятор. Ну, при чем здесь поджелудочная железа? Вы знаете, я вам расскажу из практики своей жизни. Когда приехала ко мне одна женщина, ехала на операцию в один из городов, вот, делать себе, то есть ставить себе кардиостимулятор. Но когда мы провели диагностику, сердце у нее здорово крепко оказалось. А вот поджелудочная железа, меридиан, практически не выполняла свои функции на 90%. Вот представьте себе. А поджелудочная железа гадарит мышечный каркас, а сердце сделано с мышцы. Элементарно просто. Если поджелудочная не контролирует мышцы, то они что? Слабеют. Они перестают выполнять свои функции. Вот вам и ответ. Ну что ж, человек пересадил, скажем так, мешался, вставил кардиостимулятор. Буквально месяц-два было улучшение, а потом стало сразу же ухудшение. Почему? Потому что не был восстановлен данный меридиан, а сердце здорового и крепкого человека. А этот меридиан не соответствует. Мало того, что поджелудочная железа еще является что? Кроветворным органом, согласно восточной философии. И, конечно же, при браде кардии, что нужно? Улучшить кровообращение. А представьте себе, как улучшим мы кровообращение, если кровь плохая. Сердце отказывается качать плохую кровь. Вот вы бы стали пить плохую воду? Нет. Плохую пищу? Нет. Вы отказались бы. Сказали, нет, я пойду лучше в том кафе поем. Я знаю, там хороший повар, шеф-повар, он такое сделает. А в этом я не буду. Мне запах не нравится. Потому, уважаемый зритель, помните, поджелудочная играет огромнейшую роль при всех заболеваниях сердца. И потому, прежде всего, если вы хотите вылечить свое сердце, вы услышали, что здесь нужно восстановить дыхание, провести диагностику 12 меридианов и, конечно же, восстановить поджелудочную железу. Если она слабая, вялая, данная точка РП-3 Тайбай тонизируется. И если данный меридиан воспален, данная точка, то все датируются. Тем самым вы улучшите свой ритм сердца. Доведете его до абсолютного. Но помните, уважаемые зрители, важно не победить болезнь, а важно потом опять себя не запускать до такой степени, чтобы вас настигла прадикардия. Спасибо за внимание.